друзья какой же у меня боевой и позитивный настрой сегодня потому что впервые за историю нашей компьютерной мастерской у нас сейчас будет обзор игрового ноутбука фирмы о которой вы скорее всего не слышали в этой сфере фирмы hire встречайте ну что время положить нунчаки и взять непосредственно самого этого красавчика я слегка волнуюсь потому что каждый раз когда знаешь новые производители вступают в эту битву за сердца покупателей это означает что должно быть что-то интересненько потому что этому аппарату нужно конкурировать с такими гигантами там как эйсер asus леновый так далее и посмотрим на что он сегодня способен лично у меня фирма hire ассоциируется с бытовой техникой и вправду в 1984 году эта фирма изначально открывалась как завод по производству холодильников вот вы только представьте знаете от холодильников до ноутбуков какой путь ребята проделали и давайте же непосредственно сразу перейдем к этому аппарату потому что ну здесь есть на что посмотреть во первых друзья у нас здесь 17 3 дюймовая матрица full hd разрешение матрица по типу w вей давайте сразу перейдем по портам посмотрим пробежимся во первых во-первых во вторых мой любимый картридер спасибо боже то что он здесь присутствует потому что без него любая мультимедиа для ребят как наш оператор допустим ну вообще никуда не годится у нас есть разъемчик type-c спасибо современно type-a usb 3.0 с другой стороны у нас есть еще два разъемчика из них usb 3.0 и usb 2.0 и раздельные микрофоны наушники что тоже большой плюс и считаю также сзади ноутбук у нас присутствует разъем под зарядочку rg 45 hdmi и дисплей порт все больше никаких портов у нас здесь не присутствует клавиатура и тачпад у нас максимально простенький но при этом клавиатура с равного типа имеет разные уровни подсветки то есть можно под свое настроение легко поднастроить будь то желтенький или красненький без проблем в целом я должен вам сказать это тот ноутбук который по корпусу говорит чувак я пластик я полностью пластиковый аппарат и он чувствуется по ощущениям потому что и топ кейс и нижняя крышка и крышка верхняя и рамка матрицы здесь абсолютно все пластик то есть если вы ищите какое-то прям премиум ощущения вам точно не сюда но это означает то что производитель может на этом сэкономить и вставить более мощные начинки которые мы прямо сейчас и переходим здесь у нас стоит корой 5 десятого поколения 10 200 h 4 ядра 8 потоков частота базовая 24 гигагерца и turbo boost до 4 1 мы должны брать 16 гигабайт lp ddr4 оперативной памяти что это означает это означает что она супер low power то есть работает от 1 и 1 вольт это означает то что батарейка здесь должна немножко больше экономить для себя чтобы мы могли подольше на нем поработать если не от сети ssd безусловно здесь друзья современная pc экспресс на 500 гигабайт стоит вообще что касается ssd мне кажется все современные ноутбуки плюс-минус одинаковые ты тем более можешь ставить любую ssd который ты хочешь формат протокол pc экспресс они поддерживают теперь самое приятное я так скажу из того что я погуглил это пожалуй самый дешевый игровой ноутбук на 1650 ti если мы говорим про 17 диагональ то есть вот здесь он готов конкурировать это означает то что у нас здесь 4 гигабайта ddr6 памяти которая готова рвать современные игрушки то есть связка 8 поточный прот 10 поколения core i5 и 1650 ti ну-ка давайте к этому затестим и раз фирма hire славилась производства своих холодильников то и охлад у них я думаю должен быть просто изумительный и этот момент мы прям сейчас убедимся поэтому хватит болтать друзья давайте наконец-таки присядем и как следует затестим какие же температуры у этого простенького игрового ноутбука здесь будут небольшая интрижка никакой пощады этому ноутбуку сейчас не будет сразу запускаем cyberpunk 2077 и попробуем его нагрузить и так настройки у нас графика выкручена в среднее видео у нас full hd-шка фу я готов давай посмотрим на что-то друг способен и как же хочется пошутить про холодильники но шутка будет уместна у нас гп 62 градуса при этом естественно загрузка на 99 процентов неудивительно 63 разогреваемся прос при этом 71 и turbo мы 41 здесь не видим но зато мы видим примерно в районе 36 383 и 5 поп саму процент вопрос прогревается у нас сейчас до 75 градусов видюшка в районе 64 зафиксировался оперативки нас почти 13 гигов улетает без вопросов и самое главное это конечно по кадрам в секунду мы в районе 30 5 30 37 40 то есть от 30 до 40 кадров мы имеем это супер играбельно учитывая то что full hd и средние настройки киберпанка и мы здесь говорим не про 7 не про и 9 не про райзены какие-то 7 и 9 мы здесь говорим про корой 5 10 поколения и 1650 видеокарту это считается средний бюджетный вариант и мы тянем свыше 30 кадров киберпанке на средних при хороших температурах но это еще не все есть у нас red dead redemption 2 а ну-ка посмотрим как он справится с ним никакой пощады холод зима конь red dead redemption и у нас с тобой боевые 27 28 fps на ультра высоких настройках full hd разрешения при этом г пушечка у нас греется 66 градусов загружена 97 процентов прот 63 60 ой 71 66 загружен причем достаточно простенько но держит при этом 4000 мегагерц на 34 40 процентов загрузки оперативки двенашка улетела ну и около 30 кадров мы с вами здесь получаем опять же выкручивая чуть ниже получаем чуть больше все четко все логично но вот здесь аппарат должен прямо напрячься вот они подбираемся в 25 кадров но при этом идем достаточно стабильно и относительно плавно ну что затестим его еще может в папке ну что друзья создаем новую папку открываем ее и смотрим как аппарат себя в ней чувствует у друзья 30 секунд до начала матча это знаешь похоже на игру игру в кальмара когда все те у кого большие долги пришли в одно место чтобы знаешь вернуться в социум уже богачами и в данном случае мы имеем примерно сотню кадров в секунду при этом автоматически игра поставил настройки на минимальные 67 температур к 68 на процесс бодрячком 32 гиггерца мы держим и игра начинается самолет и приземление очень ответственный момент мы летим полет всегда очень тревожно 120 кадров стоп и 100 в общем скачет от сотни до 120 я не успеваю считать и я катапультирую друзья мы полетели и летим слушай мы стабильно летим 80 90 кадров вообще без каких-то либо проблем при этом чем-то проц до 2 и 5 2 и 8 ну прям скачет видно что работает у него понятие turbo туда-сюда в зависимости от нагрузки но мне нравится температурки температурки не превышают 70 градусов то есть в районе 60 копеечками плюс-минус все это дело у нас происходит пока что фризов я не замечаю и мы держим стабильно где-то 80 90 кадров по моему это достойный результат но учитывайте это минимальный у нас настройки игра сама так решила то есть здесь он сказал я хочу чтобы у нас было чуть-чуть побольше ну-ка приземлились давай-ка прибежимся опа у нас fps упал до 60 67 при этом все так же нас плавненько здесь все бежит но любители друзья папка это будет папка папка это прямо будет вполне себе играбельным все я уже снарядился ружьем шлемом и всем чем только можно давай постреляем а у меня нет патрончиков ну-ка зарядимся и сделаем парочку выстрелов предупредительных воздух 70 кадров стабильным и боевой обстановке с вами держим и температура у нас до 70 частота на процессоре 31 гигагерц так ну и конечно то ради чего этот аппарат будут брать друзья это ради того чтобы поиграть в кс-ку молодые парни порубиться и здесь они как раз таки у нас получат в районе минимум соточки кадров об аккуратненько аккуратненько у нас полный боевой комплект ультра настройки все здесь выкручено что говорить при желании киберспортивные настройки ты делаешь и наслаждаешься своей любимой игрушкой игрушкой без каких либо здесь вопрос ну супер играбельно вообще ничего не возникает прям знаешь завораживает и увлекает это все дело но что мы с вами сейчас поняли то что этот аппарат по температурам хорош в среднем я так скажу в районе 60-70 градусов на процентной видеокарте мы имеем но это все лишь знаешь цифры то как это выглядит изнутри куда более важно мы сейчас супер быстро под концовку разберем этот аппарат и посмотрим на что его можно проапгрейдить и вообще как-то все там внутри устроено потому что аппарат должен быть красивым не только снаружи но и непосредственно внутри во первых плюс сразу то что у нас батарейка снимается при этом не нужно корпус разбирать многие современные аппараты я похвастаться не могут мелочь а приятно снимаем крышку и попадаем в убежище этого аппарата и смотрим чипсет вай-фай у нас здесь раз два три четыре медных теплоотводящих трубки причем смотрю как интересно одна над другой здесь идет при этом два у нас разъема под апгрейд нашего сториджа то есть спокойно 2 ссд м2 мы можем сюда ставить ну и конечно же приятно то что у нас два полноценных слота оперативной памяти и есть не упущен разъемчик под два с половиной дюйма обычные жесткие диски либо ssd спасибо аппарату за то что позволил себя показать и если подводить итог друзья мы здесь все прекрасно понимаем то что столкнулись с аппаратом бюджетно игровым и это чувствуется в корпусах потому что ну когда у нас полностью все пластиковое естественно мы здесь не говорим про изысканные ощущения но мне это на самом деле куда больше по душе потому что вот если бы я делал ноутбуки happy pc они скорее всего бы так и выглядели то есть это оемная основа которая взята за базу ну свой шильдик набитый и какие-то модификации здесь сделаны при этом то что кстати ребята еще сделали охлаждение vrm зоны питания процессора и видеокарты это тоже большой плюс и получается что если вам нужен аппарат на 17 дюймов при этом который внутри имеет начинку на 1650 ti то это будет один из самых наверное выгодных решений он будет четкая простая машинка выполняющая ваши задачи которая должна неплохо звучать учитывая то что у него присутствует шильдик сон бласт а ты только взгляни на эту штуку сюда опа соответственно просмотр любимого фильма либо сериала вам будет абсолютно удовольствие ну и самое главное друзья с чего мы начали тем и закончим делаю вот это вот понтовое движение нунчаками и говорим о том что если вдруг вы один из тех людей которые ищут сейчас себе 17 дюймовый игровой аппаратик и при этом не задорого то по промокоду в описании вы можете еще получить 10 процентов скидки на этот аппарат он и так недорогой а еще минус 10 процентов получается самый дешевый игровой аппарат на 17 3 дюйма на 1650 в россии так что смело перебегайте смотрите и приобретайте простая машинка которая должна вам верой и правдой служить спасибо что посмотрели надеюсь вот так вот энергетический знаешь формат обзорчик вам пришелся по душе вы узнали про новый аппарат hair он присутствует сейчас на рынке можно приобрести но почему бы и нет чем больше будет конкуренции тем будет гораздо круче очень приятно то что знаешь фирмы производителя не останавливаться над тем чем они хороши а действительно переходят в новые сферы и не задают немножко нервотрепку другим производителям потому что ну допустим это лишь только начало посмотрим что они еще сделать возможно в следующем году нам пришлют аппарат который уже сможет знаешь похвастаться не только хорошей начинкой но и каким-нибудь уникальным корпусом с уникальными фишками спасибо что посмотрели не забудьте полоскать немножко алгоритмы youtube поставить колокольчик написать комментарий и просто по жизни улыбаться увидимся с вами в новых компьютерных историях пока пока